20 минут о красоте и стиле, которые проявляют себя в любую погоду и при любых обстоятельствах. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! В начале выпуска бьюти-идеи на тему, как можно преобразить свою внешность, чтобы выглядеть еще более актуально, стильно и ухоженно. Моделирование фигуры. Тема актуальная для разных возрастов и объемов. Тенденция последних лет – индивидуальный подход. Назначают не просто курс процедур, а персонально подобранную программу, состоящую из различных методов. Мы подбираем сочетание процедур, мы подбираем количество процедур и работаем над вашим телом. Помимо массажей ручных, мы можем сделать специальную программу, в которую мы можем включить такие средства, как LPG, такие средства, как кавитация, прессотерапия, ну и, конечно же, наши шикарные обертывания от Ericsson. Начнем с аппаратной методики борьбы с локальными жировыми отложениями звуковой кавитации. Это ультразвуковая безоперационная липосакция. Прорабатывая отдельные зоны проблемные, где туго плавкий жир, когда он плохо уходит, ультравысокие частоты звуком, мы выгоняем, разбиваем и убираем жировые отложения. Вплоть до того, что после одной процедуры уходит до полутора сантиметров объема. LPG уже стала именем нарицательным. Сегодня так могут назвать какие угодно аппаратные массажи. Что же до самого бренда, то за годы существования его на косметологическом рынке сменилось несколько поколений аппаратов. И даже легендарный комбинезон стал другим. Компания LPG не стоит на месте. Они улучшают свою линейку. Костюмы улучшаются, они меняют состав, они меняют текстуру, они меняют эластичность. За счет этого тоже достигаются наилучшие результаты. LPG работает как полный лимфодренаж всего тела, лимфомассаж полностью всего тела, так и по проблемным зонам. Это локальные жировые отложения мы убираем, разминаем. Мы работаем с целлюлитом, то есть есть специальные отдельные программы по мужскому типу или по женскому типу. А также LPG работает на лицо и на зону декольте. У такой методики, как прессотерапия, множество программ и показаний. Применяют ее и для моделирования фигуры. Она позволяет полностью избавиться от явления отечности. Она позволяет улучшить питание мышц. Есть программа, которая работает на восстановление после физических нагрузок. Многие люди летают в командировки и сталкиваются с тем, что происходит очень серьезная отечность ног, которая не снимается в течение двух-трех дней. Это достаточно большая проблема. Можно после перелета, либо на следующий день делать прессотерапию, убрать отечность, размять ножки. И очень быстро-быстро это все решается. Различные виды обертывания чаще всего связывают с релаксацией и питанием кожи. Но если говорить о лаборатории Эриксом, то это тот редкий случай, когда косметические разработки эффективно борются, в том числе и с лишними объемами, определяя природу их возникновения и нанося прицельный удар. Косметика работает точечно и прицельно над проблемами. Но компоненты косметики позволяют организму самому вырабатывать необходимое количество гормонов, чтобы бороться с жировыми отложениями. У нас представлены несколько линейок обертываний в зависимости от того, с какой проблемой приходит к нам клиент. И если это отечность, то у нас включаются солевые программы, противоотечные. То есть специальные соли с специальным составом наносятся на проблемные зоны и проводится обертывание, выдержка, экспозиция. Программа Диететик, которая борется с отложениями жировыми вот такими быстрыми. То есть программа специально разработана на работу с избыточным весом от избыточного питания. Программа Диететик включает в себя баночный массаж. Это единственная программа, которая с баночным массажем. Поэтому вес и объемы очень быстро уходят. Также есть программы для возраста 50+, которые работают над упругостью кожи, над восстановлением количества коллагенов кожи внутренней. Есть программы, направленные на борьбу с так называемым стрессовым жиром. То есть когда идет выработка гормона стресса, у нас перестает расшипляться жировая ткань. И у нас есть специальная программа, которая работает вот над этим. Если есть вкусняшки, которые портят фигуры, значит найдутся и способы, чтобы все исправить. Главное помнить, что и в этом деле важны системный подход и грамотные специалисты. В период, когда массовые мероприятия под запретом, настает время приятных встреч в узком кругу. Таким оказался и этот инстадивишник, с участницами которого мы предлагаем познакомиться. Давайте знакомиться. Меня зовут Надежда Рачкова, но в инстаграме я больше известна как мамочка-туристка. Всем привет. Меня зовут Наталья, я фудфлорист. Я с мамой Анатихи, владельца сети парикмейстерских. Меня зовут Елизавета Савельева, я занимаюсь распилом нишевой парфюмерии в Челябинске. Меня зовут Екатерина Козлова, я нумеролог. Меня зовут Аксиня Фоменко, и я являюсь владельцем сети детских игровых пространств для проведения детских праздников в Киндерленд. Все девушки являются активными инстаблогерами, рассказывая в своих аккаунтах и о своей личной жизни, и о профессиональной деятельности. Я просто обожаю путешествовать. Объездила уже более 30 стран на разных континентах. И я давно забыла о каких-то туроператорах, чартерах, различных турах All Inclusive. Я сама решаю, куда ехать, когда ехать, на чем. И с удовольствием учу этому других. Я могу посоветовать вам, на чем можно сэкономить, даже если у вас бюджет не ограничен. Я могу подсказать вещи, на которых экономить ни в коем случае нельзя. Могу поделиться успешным опытом путешествий с бабушками, с маленькими детьми, и рассказать какие-то другие секретики. Я могу помочь простроить маршрут, найти жилье, указать места, где можно покушать, на разный кошелек, на разный вкус. Могу подобрать хорошего русскоговорящего гида, проверенного. В феврале у нас была совместная поездка, авторский тур. Я ездила вместе с девочками, то есть мы путешествовали в Эстонию, там брали машину и путешествовали по стране. Я в бизнесе с 2010 года. Сначала маленькую открыла парикмайскую, ну потом чем дальше, тем больше. Потом приобрела недвижимость нежилую и открыла вторую. Ну а там и за третью недалеко. После пандемии все соскучились по нам. Я очень довольна. Девочки у меня, ну я хочу сказать, супермастера. У меня девочки делают даже то, что не могут сделать в некоторых салонах. Я очень люблю свои парикмахерские, своих девочек. Вот, хотя они у меня капризные, но мы живем дружно. Я вообще с детства любила танцевать, всю жизнь танцевала. В прошлом году заметила, что по телевидению приглашают женщин модельный бизнес. Вот, ну и пошла на проекты. Прошла три проекта. Хочу быть моделью 35+, на 31-м канале тоже мне показывали. Сейчас снимаюсь в рекламных роликах, себя позиционирую как уже, ну, состоявшаяся модель. Одним из вопросов, который обсуждался на девичнике, ведение бизнеса в нынешней непростой экономической и эпидемиологической ситуации. Во время пандемии, поскольку наши пространства не могли работать, да, все это время мне пришла идея создать новый бизнес, а именно это доставка шаров Air Superhero. Все свои бизнесы, все свои активности я провожу в Инстаграме. То есть на самом деле оттуда приходит клиентов порядка 40%. То есть это достаточно много. И на сегодняшний день, допустим, у нас Инстаграм Тиндерлендс 174 среди детских игровых пространств занимает, ну, лидирующую позицию, потому что у нас больше всех подписчиков, около 6 тысяч человек. Почему у нас был такой большой резкий прирост? Я думаю, мы дальше также будем расти экспоненциально, да. Почему? Потому что мы постоянно снимаем сториз. Мы показываем свои лица, мы показываем все наши работы, композиции, мы показываем то, как мы ездим на доставке. То есть мы ведем, по сути, блок по шарам. То есть они видят, что мы... Я реальный человек, да. Вот я надула шарики, вот мы такую композицию красивую составили, вот мы приехали на доставку и так далее. Помните, как Билл Гейтс говорил, если вас нет в интернете, значит, у вас нет бизнеса. Те люди, которые потеряли работу, и для них как раз возможность определиться, где он еще может реализоваться, в какой сфере он может реализоваться. Ну, вот сейчас тот момент, когда нужно что-то перестроить и начать дальше действовать. Нумерология позволяет определить углы конфликта между людьми. Можно сохранить отношения, зная, что выводит из себя твоего близкого человека, ты можешь аккуратно сглаживать этот угол и не давить на эту больную мозоль. Выпускные прошли, и родители сталкиваются часто с тем, что дети не могут определиться, куда они хотят идти. Но в силу того, что родители, опять же, пытаются реализовать свои какие-то не реализованные амбиции в своих детях, не понимая, что каждый ребенок приходит со своей определенной программой, со своим талантом. И на самом деле задача родителя – помочь узнать, какой есть талант у ребенка и помочь ему этот талант реализовать. Нельзя сопротивляться тому, что твой ребенок хочет где-то реализоваться, если он действительно, у него есть к этому талант. Нужно ему помочь. Тогда дети вырастают успешными и благодарными. Дата рождения позволяет максимально раскрыть возможности человека, определить его сильные и слабые стороны и ту сферу, главное, где он может максимально успешно реализоваться. От воздушных шаров переходим к подаркам. В данном направлении, но каждая по-своему, работают еще две участницы встречи. Я нахожу ответ на вопрос, что же подарить человеку на день рождения, на юбилей, на какие-то знаменательные даты, да и даже просто без повода порадовать. Мы с клиентами зачастую в общении разрабатываем какой-то свой уникальный, скажем так, дизайн букета, проект. Сегодня я к вам с одним из таких букетов. Это самый популярный букет для мужчин. На моей странице можно будет увидеть различные варианты и для мужчин, и для женщин. И, кстати, мы его, конечно, прозвали, я его прозвала мужским букетом, но очень часто говорят, почему это. То есть, женщины тоже хотят и заказывают. По заказу я всегда уточняю у клиента, к какому времени нужно. Потому что, если это продукты, то нужно понимать, что они должны поступать заказчику на стол максимально свежими. И если это морепродукты, то я начинаю их готовить, да, то есть я их варю, же изготавливаю за 2 часа до того, как выдаст. Что такое распив парфюма? Во-первых, это возможность прекрасно сэкономить свой бюджет. Во-вторых, это возможность составить шикарную парфюмерную коллекцию. И, в-третьих, если вы заходите в парфюмерные супермаркеты и смотрите на заветные флаконы, и хочется их колиться, я та фея, та волшебница, которая может помочь вам обвести желанный аромат и правильно подобрать его. Уберется оригинальный парфюм, убирается спрей, и посредством, через шприц с минимальным количеством кислорода, необходимое количество парфюма помещается в атомайзер. Атомайзер – это флакон с пульверизатором или без, ну, для необходимого количества парфюма. 2 мл – это примерно, девочки, 35-40 пшиков парфюма. Ну, в зависимости от плотности, в каких-то 25-30. 30 пшиков – это то количество, которое позволяет вам понять, подходит ли вам парфюм, хотите ли вы его в полноценной, более большой версии, да, и так далее. Таким образом, мы, к примеру, затрачиваем там 1200 рублей вместо 25 тысяч и понимаем, хотим мы с этим ароматом, да, проводить свое будущее, либо не хотим. Приятные люди, полезные контакты, новые подписчики, лайки и лайфхаки – в этот вечер было все. Но, пожалуй, самое главное – это живое общение офлайн, по которому все так соскучились, проводя время в своих аккаунтах. Я вас приветствую в пиццерии «Перчик» в городе Челябинск. Наконец-то начали работать все летние террасы, и мы рады видеть вас на наших летних верандах. Отдых в пиццерии «Перчик» – это комфортно, как для детей, так и для взрослых. Мы устраиваем детские мастер-классы по приготовлению пиццы, бургеров. Дети счастливы, когда они испекли пиццу своими собственными руками. Пицца из пиццерии «Перчик» – это самая вкусная пицца с горячим характером. Все заказы в пиццерии «Перчик» принимаются на кассе, но после вас обслуживает официант. В наших пиццериях существует три размера пиццы – стандартная, большая и максимальная. Цена устанавливается только за размер пиццы, и любую пиццу вы можете выбрать по одной цене. В этом году мы запускаем франшизу пиццерии «Перчик». И если вы хотите присоединиться к нашей команде, то мы ждем именно вас. Вы смотрите «Бьюти Тайм», и прямо сейчас мы отправляемся на нашу телевизионную кухню, где ведущая гастрономической рубрики Катя Пашнина подготовила очередной полезный рецепт. Вот поймала себя на мысли, что еще не знаю, какой Катя приготовила рецепт, но уже вкусно. Все-таки свежие продукты – это 50% успеха как минимум готового блюда. Ну, а дальше креатив и мастерское исполнение идут. И заправка. Заправка, да, если говорить о салатах. Итак, Катя, что у нас сегодня будет? У нас сегодня будет что-то типа капризе, но в более легком исполнении, то есть у нас будет мини-моцарелла, плюс мы добавим кукурузу. И для того, чтобы напитаться еще больше витаминами, будем вот такую смесь для салатов добавлять. И вот на этой салатной смеси хотелось бы остановиться поподробнее. Катя, расскажи, нужно ли ее готовить, нужно ли отваривать, или она прям так используется в сухую? Нет, ее не нужно отваривать, она вот в таком виде и используется. Содержится там зеленая гречка, которая полезнее, чем обычная гречка. И хлорелла – это водоросли, которые содержат белок не меньше, чем в мясе. Поэтому у нас такой будет насыщенный и белком, и витаминами салат. Кстати, кукуруза, вот эта бэби маленькая в разрезе, напоминает ромашку. Можно сказать, что у нас салат будет с цветочным принтом. Моцареллу мы просто добавляем, раз она у нас маленькая, мы ее не режем. Посмотрим немножко, пока добавим, все что потом поставим. Давай высыпем кукурузку. Еще у нас оказался незаслуженно забытым соус песто готовый. В принципе, его можно самим сделать из базилика, оливкового масла и орешков. Вот, но тут он уже у нас готовый. Конкретно у этого нет ничего лишнего в составе, поэтому мы смело можем его добавлять. Катя перемешивает, а я бы... А ты бы не стала. Да, я бы не стала. Ну да, вообще, так... Все равно же здесь небольшой объем, это же не кастрюля. Я, наверное, перемешиваю по привычке. Можно просто сверху все накидать. Накидать, в процессе еды перемешается. Верно, верно. Так, получается, добавили ореховую смесь. Базилик у нас для украшения или он какой-то функционал? Да, функционал. Ну и мы сейчас будем добавлять в салат. Но уже на конечном этапе, чтобы как раз базилик не перемешивать с салатом. Все-таки бальзамическим соусом можно усложнить немножко этот салат. Можно также еще добавить дополнительно оливкового масла, но поскольку оно в составе нашего соуса песто готового, то мы решили не утяжелять. Вместо бальзамического соуса можно добавить лимон, как вариант. То есть он немножко придаст кислинке. Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале, в Instagram, ВКонтакте и Facebook. Заходите, подписывайтесь и не забудьте поставить лайк. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом. Я». Субтитры подогнал «Симон»!